Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. Мы продолжаем прохождение Ведьмак 3 Дикой Охота. Так как эта игра довольно-таки полюбилась моим подписчикам и жаждет её выхода новых серий, выхода ждут, да, то я решил эту игру сегодня выпустить в первую очередь, а также сегодня будет Watch Dogs. Собственно, в прошлой серии мы с вами расколдовали чудище этого уродца, который был у барона, и это оказалось не уродец, а эльф, который помогал ласточке, то бишь цили. И сегодня у нас очень-очень большой день. Нам предстоит выполнять задания братья по оружию. И, как вы видите, их очень много. Может быть, я, скорее всего, разобью по частям, может быть, буду выполнять все разом, не знаю, в зависимости от того, как долго мы будем всё это дело выполнять. Так, и первое, что я начинаю, это братья по оружию Новиграда. Получается, мы будем освобождать Цири и везти её в Кайр Морхен, чтобы здесь уже защищать от Дикой Охоты. Соответственно, сами мы с этим не справимся, нам нужна помощь. Вот. Отправляемся сразу же, давайте, за Золтаном. Ну, я думаю, с ним никаких проблем не будет, он наш Кент, и я думаю, он знает Цири, и будет не прочь помочь, и, так сказать, немножко помахать кулаками. Ну, и давайте уже тогда в Новиграде с вами увидимся. Ну, собственно, мы с вами снова в этом разлагающем, в разлагающем совместие Новиград, и подходим к Золуу. Ну, вот он, Золтан. Золтан? Да! Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Кайр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит Дикая Охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Ну, собственно, я и не сомневался в нем. Так, следующая наша остановка будет у Роше. Так, ну что ж, мы в убежище Роше. И так как он наш тоже старый боевой товарищ, мне кажется, он нам тоже не откажет в помощи. Тем более, он нам должен. Мы это дело помним. Так, и Геральт тут задается он. Геральт из Риви. Живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привезти туда Цири, а за ней должна появиться Дикая Охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Меня достал себя. Отлично. Это Друган тоже с нами. Получается поговорить с Диэкстрой. Вот насчет Диэкстра я не уверен, потому что у нас с ним как-то отношения не сложились. И плюс мы так нечаянно бы пару раз обманули. Я думаю, что он не будет расположен к нам помогать. Ну, давайте узнаем. Вдруг все-таки он включит свою человечность и захочет помочь. Так, и ближайший куда мы можем? Давай отсюда. Блин, надо было через верхнюю, там быстрее. Ничего страшного. И потом мы будем отправляться на Скеллиги. Так. Там недалеко. Уже, кстати, вечер. Так, Диэкстра, Диэкстра, Диэкстра. У нас где-то здесь. Как всегда в своих банях сидит, наверное, ногу парит. Так, что-то думает. Ну, как всегда в Новеграде какие-то рамсы, какие-то разборки. Непонятно, кто-то с кем-то разбирается, кто-то из кого-то долги вышибает. Кто-то кому-то там зубы не досчитал. Ой. Нет, у меня... Свои дела, прости, красавица. Тебе нужна моя помощь? А это даже интересно. Излагай. Я знаю, что скоро Дикая Охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Дикая Охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре. Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей. Я все еще не отыскал свою пропажу, а твоя помощь пошла псу под хвост. Так что я тебе ничего не должен. Ну, собственно, что и ожидалось. Братья по оружию Новиград мы выполнили. В общем-то, мы уважились в 5 минут почти. Поэтому я, наверное, не буду заканчивать данную серию. Мы выполним все задания данной... Данной похожести. Вот братья по оружию с Келлиги. И получается, последний у нас останется Нильгард. Поговорить с МГРом. Ну, он-то уж точно нам должен помочь. Все-таки это его дочь. Как бы... Должен нам подмогнуть. Ну, естественно, отправляемся на Скеллиги. Ну, и мы с вами на Скеллиге. И с первым, с кем мы поговорим, мы с Шавуром. Я этого человека не сильно знаю. Ну, как бы, понятное дело, что это колдун. И он, по-моему, воспитывал Цири, я с ней не ошибаюсь. И, возможно, он не откажет в помощи. Как бы, он к ней вроде... Ну, как бы... Нормально так относится, как к дочери. Это не точно. Ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сбор и отправлюсь в дорогу самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр-Морхене. Ну, да. Собственно, он нам не отказал. Так, поговорить с Кейрис. Кейрис, 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 так. Ну, что ж, пойдемте поговорим с Кейрисом. А теперь у нас тут королева с Кейрисом. И потом поговорить с Крахом. Но я думаю, если согласится дочь, то и отец не откажет. Хотя, может быть, Кейрис и откажется, потому что все-таки... Так, подожди, что-то я заблудился. Потому что она все-таки, типа, тут коронованная, королева, сидела. У нее тут свои обязанности. Вот. Ну, может быть, поможет, там, не знаю, братец юный, либо батька в свободное, так сказать, от пенсии время. Блин, где тут гребан этот телепорт? Ладно, увидимся на месте. Ну, чем удобно, здесь у нас, получается, и Крах, и Кейрис находятся в одном замке. Здесь не надо будет никогда больше телепортироваться. Мы сейчас сначала поговорим с ней, потом найдем Краха. И на Скеллиге мы тоже всю помощь надыбаем. Так, где-то мне надо наверх. Или вниз, подожди. Так, выше. Куда-то выше надо подняться. Где здесь выше? Где здесь лестница? А, во, лестницу нашел, отлично. В этих замках очень-очень просто потеряться. Они большие. Куча коридоров, куча дверей. Вот и Кейрис. Королева, ты позволишь отвлечь тебя на пару минут? Веральт, ну что ты? Я та же, что и раньше. Кроме титула, ничего не изменилось. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о цире, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, дикая охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать цире в Кайр Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова. Но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Ну? Это даже очень-очень хорошо. И Хьялмар где-то у нас, кстати, рядышком. Можно с ним сейчас сразу потрепаться. Так, подожди, а вот он, в соседней комнате. Так. Хьялмар. Ты пьяный, что-нибудь? Что-то шатаешься? Как оно, Геральт? Дикая охота готовит нападение на Кайр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьей крепости? Ты друг моего рода. И я не могу тебе отказать. Тем более, еще ни один Анкрайт не снискал славу в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. Ну что ж, у нас есть теперь знатный, сильный союзник, еще один. И нам нужно поговорить с Крахом. Но я думаю, Крах тоже вряд ли нам поможет, потому что он уже, как говорится, старый пляж. Уже кости, как говорится, не те и так далее и тому подобное. Так. Только что-то мне почему-то навигатор... Навигатор мне показывает, где он находится. Где-то в 50 метрах. Ладно, сейчас найдем. Наверное. Так. Погнали. Че, мы где-то здесь в зале, что ли? А, ну да, он у себя в кабинете, в принципе, ясное дело. Где же ему еще быть? Ну, или не в кабинете, а покое, я так понимаю. Судя по тому, что здесь есть кровать. Здорово, Крах. Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмором одолели Ледяного Великана, ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скелье? У тебя сердце Анкрайта. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири, но знаю также, что когда я до нее доберусь, Дикая Охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну, что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. А что с нельтгарцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся. Мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим двух кабанов на одном огне. В Каэр Трольда Цири будет в безопасности. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Каэр Морхен в сотни миль отсюда. А то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нивгардом. Геральт, прости. Я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае я не буду отнимать у тебя время. Прощай. Постой. Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня. А у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда Каменного Кулака? То есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме. Закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайта в столетия. И теперь он твой. Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар. Спасибо. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Хрящай. Ну что ж, с одной стороны, конечно, у меня двоякое чувство, да? Вот типа там братская любовь, типа ты нам как брат. С другой стороны, его тоже можно понять, что нужно защищать свои острова. Хотя у него есть дочь, как бы королева, да? Которая за это тоже должна отвечать. В общем, ладно. Нам дали клинок, который мы сейчас посмотрим, что он у себя вообще представляет. Так, вот он. Ой, а у нас вообще клинки что-то не напялись на нас. Ну-ка, сейчас. Вот. Ну, на 7, плюс 7 урона. Зато минус одна ячейка для магических камней. Ну, ладно. Такой дар, я думаю, я должен принять и усилить. Так. Пробитие доспеха. Вот это, кстати, очень нам пригодится, потому что дикая охота у них, очень-очень мощные доспехи, поэтому это нам обязательно нужно. И вызываем кровотечение. В общем, два таких очень-очень мощных эффекта будут у нас в помощь. Так, ладно. С этим мы разобрались. Все. На скеллиге мне больше делать нечего. Отправляемся к Эмгыру. Ну, мы с вами в Нильгарде. Давайте найдем. Эмгыра. Так, неприятный персонаж. Мне, если честно, с ней вообще общаться не сильно хочется. Я думаю, так как Геральда, но... Походу, нам он необходим. Хотя, по сути, я, скорее всего, могу просто проигнорить его и... Пойти сразу спасать Сири, и все. Сейчас он начнет талдыщить, что веди ее сюда, здесь будет безопаснее всего, здесь войска и так далее, и тому подобное. Ну-ка. Посмотрим, что он говорит. Эмгыратор? Ведьмак. Что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует дикая охота. Цири будет в безопасности только в Каэр Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая охота — это не те мерзкие щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Вызиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен. Я пошлю с тобой Харупь. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхес. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование Ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да, если она согласится. Противный тип. Так, ну и что ж, нас ждет Остров Туманов. На Скеллиге. И снова нам туда. И уже будем вызволять Цири. В общем, собственно, как я и говорил, что можно было сюда и не ходить. Он на своей волне. По сути, да. Ему на все остальное просто тупо наплевать. Ну, друзья, на этом я, пожалуй, серию буду заканчивать. Она получилась не длинной. Ну, и хорошая новость для любителей этой игры. Собственно, как и для меня. На сегодняшний день это самая лучшая игра, я считаю, на моем канале. Из всех трех, которых я прохожу. Это из Watch Dogs и The Evil Within. Мне она больше всех нравится. Хоть я и проходил, но в любом случае это самое классное. Поэтому я ее ставлю на приоритет для прохождения. И серии по ней будут выходить каждый день. А злые капли и Watch Dogs будет между собой менять вечерний эфир. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Играть только в хорошие игры. И не забывайте ставить лайки. Всем пока.